Здравствуй, зритель! Была я сегодня в магазине, я сейчас гляну на телефоне, сколько вас с меня взяли. Магазин как бы уже прилично существует, ну, как всем известно, я с лаупук. Так, наверное, не туда залезла. Короче, он как бы мясной, и я ожидала там увидеть курочку, но курочки там не было вообще. Но зато там была хорошо порезанная свинья. Ну, почему у меня тут два пакета? Вот это я потом частично обозру, ну, в смысле, я буду есть, и вы, соответственно, это увидите, те, кто смотрит еду на камеру. Я себе купила какую-то детскую кроличью колбасу. Это у нас великолудский мясокомбинат, витамины, плюс А, Б, С, Д, минералы, кальций, железо, магний, колбаса кроличья. И такой очкарик мальчикового типа нарисован. Чего в составе, я, конечно, не в курсах, сейчас мы узнаем. Вот мне очень понравился состав углической колбасы, вот, которая у нас, это, по дороге в нашу деревню, в Головине, короче, бояется из всяких там животных. А какая это у нас, не знаю. Тут она 140 рублей 50 грамм, 500 грамм, пардон, весит. Годен 35 суток. Когда она у нас сделана? Она у нас сделана 5 февраля, буквально на днях. Как раз у меня день рождения у одной из сестер был. И до 12 марта. То бишь, в принципе, прилично еще может жить. Если не пойдет, надеюсь, кот сожрет. Так, у нас состав мяса кролика, свинина. Мясо кроликов, свинина. Вот мне всегда прикалывает, нахрена вторую какую-то часть, допустим, баранье, колбаса, а там корову засунули. А тут свинину или кого-то там еще ссуали. Молоко коровье. Я у них хотела купить сухого молока, но сухого молока у них нету. Видимо, как везде практически. Или я плохо искала еще. Например, это женщина, кстати, такая прикольная. Я увидела такую штучку, я в другом магазине покупала или вообще где-то покупаешь. Обычно там еще шкурку свиньи приходится срезать самой. А тут уже срезанная. Мне так понравилось. И цены действительно, ну, недорогие. Там какая-то фигня резаная, зажарка, наверное, назвала. Килограмм двести сорок. И, по-моему, двести двадцать. Называется она корейка. Сейчас я ее найду. В общем, вот эта вот корейка. Я как-то покупала, мне очень понравилась. Она уже такая разделанная. Тут косточка. Мясико такое хорошее. И немножко жирка. Жирок можно попробовать срезать. Я на нем обычно жарю. А может и так сойдет. Заморожу, потом суп свой, потому что там еще такая штука есть. Короче, я говорю, можно одну такую вот штучку. Говорит, говорит, можно две. Говорит, три или пять. Я так охренела. Думаю, может, они действительно по одной штучке не вешают. Смотрю, думаю, какую это... Как бы у меня в морозилку-то влезет, но... Но мы чисто попробовать, как нормально, ненормально. Хотя, ну, как бы мясо, но и в Африке мясом. И... А тетка прикористка. Ну, в общем, она мне свесила одну, так, вилка берет и йогурт, думаю... Пока я приглядывала ее соседку, этого мяса, она, в общем, весело мне подцепила еще одну. Одну, в смысле. Ну, и она мне сказала, что вот у них иногда вечером по пятницам бывает машина. Вот только я была, видать, только-только привоз был. Но не всегда. Так по утрам, вторник, четверг и суббота. В общем, может, в следующий вторник сгоняю, а может, уже в следующую субботу после ДР. Я еще что-то так шла, думаю, пятница. Ну, в четверг у меня ДР. В пятницу, да, вот пятница, молоко как раз. И вот в субботу я вечером, ну, днем в субботу напланировала с двумя друзьями пересечься у меня. Заказать там пиццу или типа того и отметить мое 35-летие. А в четверг у меня как бы с родней и близким, но не родственникам. Там, кстати, надо будет оповестить, может, близкий, но не родственник еще и не придет. Короче, тут такие, я смотрю, такие кусочки мяса, жирок и мясика. 240. Думаю, что это такое? Я говорю, знаете, я в мясе не понимаю, но говорю, вот это что такое у вас резаная? Говорит, о, это зажарка. Говорит, можно варить, можно жарить, можно сушить. А, говорю, какое счастье. Я говорю, так я и сказала. Я говорю, уже порезаная и мучается, не знаю. В общем, тут вот у нас как бы килограмм она или что-то такое, уж не знаю. Ну и, в общем, оно мне нравится. Тут и розовенькое мясико с жириком, и красненькое мясико без жирика, и красненькое с чуть-чуть жириком. Видать, все такое разное. Не знаю, что такое вообще зажарка. Ну, помимо того, что это такое. А в плане по отношению к свиньей, что такое зажарка. Ну и, в общем, вот это вот колбаса. И еще я попросила у них пакетик. Потому что у меня еще был, как бы, ну, сумочка такая, купедовская. Но я с ней должна была вот так идти купить семечек, потому что у меня родственники птичек кормят. Птичек, которые на улице гуляют. Ну, всякие эти синички. Короче, благотворительностью птичьей у меня родственники занимаются. Вот тут у нас звонок по рации бесплатный 8800-333-0454. Великолуцкий мясокомбинат. Где он вообще находится, без понятия. Ну, в общем, такой у меня пакетик. Мне как раз нужен был пакетик. Я в этот пакетик, наверное, складирую потом те вещи, которые я как бы собираюсь обозреть, а потом вынести. Может, кто заберет. Так, и вот что я тут начала читать. Так, сахар, так, молоко. Потом натуральные пряности, в скобочках, перец белый молотый, перец душистый. Я сначала вообще прочитала пушистый, потому что мелко написано. Сахар, вода, питьевая, соль поваренная, чего-то там, какой-то комплекс, витамины В, 1, 2, С, микроэлементы, маааа. Так, что тут такое? Что-то, может, это нейрокарий, фосфор, кальций, железо, антиоксидант или что-то, или анти... Ну, короче, антиктота там, аскорбиновая кислота, фиксатора, краски, нитрит, натрия и всё. Ну, в принципе, неплохой состав, только нахрена не этот, тоже фиксатор окраски, что те, что эти кидают. Вот зачем он вообще? Я понимаю, там было бы серо-буро-малиновое, но оно же не будет серо-буро-малиновым. А потом, даже если было бы прикольно, ну, он тут в самом конце, это фиксатор окраски. И аскорбиновая кислота всё-таки, это аскорбиновая кислота, а не лимонная кислота Е666. Я тут вспомнила, что у меня как-то просили сделать ролик относительно этих добавок Е, но я до сих пор не прочитала о них. Не прочитывая, говорить как-то не камильфо, потому что в интернете, на ютубе вообще куча всяких дебилов, которые потырали информацию с разных мест, не проверили её и выдают. Вот есть такой сайт, и у них ещё и канал Адме. Вот дебилы дебилами вообще. Простите тех, кто, возможно, слотит меня и от них фанатеет. Чисто моё мнение, вот дебилы. Потому что я у них несколько роликов смотрела, ещё мне какую-то тему надо было. Но вот вспомнила вдруг, что я такой темой интересовалась, и забила, и в поиск у меня, помимо прочего, вышли эти дебилы. Настолько дебилизм, непроверенную информацию они любят верить. Они бы ещё это, ну, короче, чтоб они смотрели себе подобных. Всю жизнь. После вскрытия упаковки продукт годен 48 часов. При соблюдении условий ДДД. Вот, ну, полкило за двое суток. Но я думаю, в холодильнике оно проживёт, ничего не помрёт. Там уже там вот этот нитрит какой-то окраски, в смысле нитрит натрия. В общем, посмотрим. Так, там уже оно в холодильнике будет лежать. 48 часов в пределах соблюдения условий хранения и сока годности. Информацию читать. Читать приоритетно. Ну, типа, тут такая же, и вот здесь такая же. Тут ещё в миллиграммах показывают, сколько всех этих, как их там, ну, фосфоров и магниев. О, так это Псковская область, оказывается, великие руки. Я думаю, когда мне говорили, что у нас там это открылось, ещё ВКонтакте что-то такое добавляли меня там, типа, ну, типа, по Угричу, то всё. И писали, что, типа, сами всё делаем, типа, там, домашнее хозяйство, то всё. Я думала, что-то какие-то местные фермеры там под какой-нибудь деревеньки. А это, кажется, Псковская область очень даже неплохо. Так, ну, в общем, Рашка как-то поднимает это своё сельское хозяйство. Кто бы чё там не вякал, так, чё тут у нас пищевая ценность на 100 грамм продукта. Тут вот как раз мелким этим жирок, белок, калий, магний и прочая требуха. Ну, магния тут, по-моему, нету или есть? Тут, да, кальций. Магния не ма. Так, а сколько у нас тут калорий? 250 калорий на 100 грамм. Вот. А как его хранить? Кто нигде не писал, типа, там, плюс-минус 40 или ещё как-то. Средняя, суточная, бла-бла-бла. Как хранить-то, чуваки, где вы написали? Нет. А вот дата из... Ты-ты-ты-ты-ты... Годен 35 суток при температуре плюс от 2 до 6, короче, градусов и относительно влажности воздуха 75 плюс-минус 3. Ну, 70... 78, как-то так. А тут всё было у нас написано. Да, тоже 35 суток. А вот в самом верху, короче, и было написано. Ну, я думаю, оно в холодильнике и в скрытом виде нормально проверить. Колбаса кроличья. У нас когда-то были кролики. В моём детстве. В общем, вот такой у меня отзор жиротвы. Давно не обозревала, что-то решила мясико обозреть. Вообще, я купила себе этот... Я думала, что это пижама с длинными ножками, рукава в три четверти с лисичкой такой. Оказалось, это домашний костюм, потому что на пижаме оказались кармашки. Я своей теке говорю, я наконец-то купила пижаму моего размера, с длинными ножками, со штанинками. Он типа, хорошо. А потом говорю, у неё есть кармашки. Она говорит, наверное, это домашний костюм. Но я говорю, вообще ей хотела какие-нибудь штаны домашние, чтобы были. Вот купила себе домашний костюм. Я даже не писала вафлудилку, думаю, напишу, сразу скажу, что базарей. А мне так лениво было. Я ещё всю неделю практически... Если чем-то не занята была своим, то делала из хобби, делала только редакт. Вот у меня прям шиноби головного мозга уже. Но мы зато его закончили. Осталось только людям затайпить. Короче, всем спасибо, кто осилил. Всем прокива. Прощивайте, короче. Так. Прощивайте.